Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире передачи «Якутск. Сегодня». Сегодня со мной мои коллеги по традиции Айдын Николай Слепцов и Мария Санхалырова. А у нас в гостях Владимир Анатольевич Егоров, генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, народный депутат Республики Саха-Якутия и Василий Климович Павлов, ректор Малой Академии наук Республики Саха-Якутия. Тем у нас сегодня много, будем говорить обо всем. А самое главное, я, во-первых, хочу вас поздравить с 30-летием фонда. Спасибо. И расскажите, как прошел этот год у вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас этот год ознаменован нашим 30-летием. Наш фонд, как самостоятельное юридическое лицо, был организован в августе 1993 года. Но создание его началось с наших двух великих людей. Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России, который выпустил распоряжение 12 октября 1992 года о создании такой специальной структуры, которая бы оперировала теми средствами, которые стали оставаться в республике от добычи алмазов. А Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, 29 октября 1992 года выпустил указ уже о создании целевого фонда будущей поколения республики Саха-Якутия. И этот фонд, он вначале работал при комитете по драгоценным металлам, и вот в 1993 году оформился самостоятельным юридическим лицом. И это считается как бы днем рождения нашего фонда. Поэтому мы решили начать отмечать рождение нашего фонда еще с прошлого года. 12 октября прошлого года мы встречались вместе с Михаилом Ефимовичем со студентами Москвы, поскольку действительно этот момент, понятно, связан с Россией, с Борисом Михайловичем Ельцином, с президентом. Поэтому вот мы встречались с московскими студентами, и вот, собственно говоря, таким образом и начался цикл мероприятий, связанных с нашим 30-летием. А 29 октября мы встречались с нашими партнерами, в основном это были партнеры-жертвователи, опять же, в Москве. Ну, а уже в этом году мы стали проводить мероприятия по 30-летию фонда. У нас в республике, у нас был целый цикл этих мероприятий. Это были и дни фонда в разных районах, это были и специальные мероприятия для детей, это был и форум корпоративной социальной ответственности, который мы называли форум друзей. Ну и вот буквально на днях у нас завершающее торжественное мероприятие было, где мы вручили специальные знаки нашим партнерам-жертвователям, благодарственные письма нашим социальным партнерам, вручили гранты школьникам, которые показывают хорошие успехи в спорте, в культуре, в искусстве, в образовании. Ну и также мы вручали гранты специального нашего экологического конкурса «Экосфера». В общем, вкратце так, подробнее расскажу ещё. И вот в этом моменте вы мне расскажите, пожалуйста, ваше сотрудничество с Малой Академией наук Республики Саха-Якутия. Ну, на самом деле, это сотрудничество давно в фонде. Я в фонде с 2020 года, да, но ещё будучи даже ректором Малой Академии наук, я сам был директором Малой Академии наук. В общем-то, тогда был директором Сергей Васильевич Местников. И мы, собственно говоря, начали тему поддержки талантливых детей. Специальные проекты под это были в фонде созданы. Ну, а дальше, будучи министром образования и науки, мы эту тему продолжили. И, соответственно, уже в 2019 году был создан уже распоряжением нашего уже сегодняшнего главы Айсена Сергеевича Николаева такой специальный центр, региональный центр по выявлению и работе с одарёнными детьми, который сейчас возглавляет Василий Климович. И, значит, в поддержку, в концепции было зафиксировано, что такую партнёрскую финансовую поддержку вот этому центру будет оказывать целевой фонд будущих поколений. Про региональный центр Новосибирь Климович больше расскажет. Ну, там несколько организаций по нескольким направлениям работают вместе. Ну, а мы, как можем, оказываем нашу такую партнёрскую финансовую поддержку за счёт средств наших компаний-жертвователей. Ну, и, кроме того, вот я лично сам буквально недавно избран председателем наблюдательного совета Малой Академии наук. Вхожу также в экспертный совет, как математика, экспертный совет регионального центра вот этого самого по выявлению и развитию одарённых детей. Поэтому связи у нас такие очень тесные. — И работа уже продолжается тогда, получается, сколько? — Да, у нас есть ещё и совместные планы дальнейшего развития. — Конечно. — Всё это мы ещё расскажем. — Василий Климович, а как год заканчивается, да? Замечательное 30-летие целевого фонда будущих поколений. А у вас как год прошёл? — Ну, год у нас, как всегда, очень интересный, потому что работать с одарёнными детьми — это очень... — Одно удовольствие. — Одно удовольствие, конечно, да. Но у нас одарённые все дети нашей Якутии, да, замечательные дети, показывают удивительные результаты. Наше направление очень обширное — это и спорт, искусство, креативная индустрия и наука. То есть Малая Академия наука, она обрела очень интересные такие очертания такого института, который как раз занимается всеми нашими юными и исследователями, и спортсменами, да, и креативными личностями, которые здесь есть, показывает свой удивительный потенциал, да, кстати, также раскрывает себе разные таланты. Дело в том, что таланты, они как раз происходят во время взаимодействия с окружающей средой, как говорится, сообществом, и, соответственно, значит, они нужны для того, чтобы развивать нашу республику. А в этом нам помогает очень сильно селевой фонд «Будущее поколение». Мы возникли попозже, значит, в 1999 году, тоже с легкой руки нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Наша штаб-квартира находится в родном селе нашего первого президента, значит, село Чапаева Анголасского Луса. Очень такое благородное, интересное место. Да, и расположение вашего здания. Да, и расположение удивительное. Это такая долина красивейшая, да, так сказать. И на самом-то деле надо вспомнить, что эта долина была лагуной очень древние времена, 564 миллиона лет тому назад. Это была тёплая лагуна Кембрийского моря. И вот эта лагуна, она находилась на самом-то деле, где сейчас Сингапур. И потом она сдриповала на север, да, так сказать. Ну, столько миллионов лет до прошло. Ну, столько миллионов лет. Но самое удивительное, да, то, что нас всё время радует, это Ленские столбы, потому что мы находимся в преддверии памятника мирового, да, так сказать, уровня ЮНЕСКО, да, входит в список такого самых замечательных природных памятников мира. И на самом-то деле это древний великий барьерный риф, да, это кораллы, которые превратились в горы, да, так сказать. То есть время, значит, над ним поработало, да, так сказать, и превратило в их замечательный памятник природы. И наши дети часто вот выезжают. У нас буквально в радиусе километра есть такие интересные, значит, можно сказать, месторождения, да, мы находим удивительные артефакты, да, так сказать. То есть те вещи, которые прямо пришли к нам из древности, да, так сказать, многие миллионы лет. И мы их вытаскиваем, смотрим на микроскопы новые, да, так сказать, приобретенные благодаря нашим спонсорам, да, щедрым спонсорам. Ну, и дети это все исследуют, им очень интересно, потому что это на самом-то деле имеет много таких созвучий с процессами, которые происходили очень быстро, моментально. То есть это сейчас важно, да, в связи с тем, что мы живем в эпоху, когда происходят огромные и быстрые климатические изменения в нашей республике, поэтому тут и математика в роль может прийти, да, так сказать, и всякие модели могут дети сделать, да, так сказать. То есть все это в очень хорошем сочетании происходит. Ну, раз уж мы начали про Ленские столбы, Владимир Анатольевич, я бы хотела спросить про научно-технологический кластер Ленский край. Да, это как раз-таки вот наши планы, действительно такое уникальное место, оно само предрасполагается к тому, чтобы там был создан такой центр, ну, не побоюсь это слово, мирового уровня, да. Значит, сегодня для Малой Академии Наук построено замечательное здание, такое красивое белоснежное здание на 7 тысяч квадратных метров с современными такими лабораториями, где дети могут как раз-таки изучать вот то, о чем рассказывает Василий Климович, вот, ну и многое другое. Но при этом мы знаем, что наши дети действительно очень талантливые и часто эти дети, получив здесь хорошее такое конкурентноспособное образование, поступают в ведущие вузы России, мира за пределами республики и потом, значит, ну ищут свое персональное такое призвание где-то далеко, да. Вот. А мы хотим создать такое место, куда они могли бы приехать и быть действительно и востребованными, и действительно иметь свой такой профессиональный рост, да. То есть это должен быть вот именно уникальный такой вот кластер, где соединяются усилия и науки, и наших компаний высокотехнологичных, да, и технологических предпринимателей, инноваторов и так далее, да, с тем, чтобы можно было бы создавать такую высокотехнологичную продукцию, которая нам нужна вот для освоения севера, скажем, да. Вот. И у нас такая достаточно амбициозная задумка, что мы, в принципе, в состоянии это сделать. У нас здесь наука хорошо развивается. Сейчас у нас также развивается промышленность, да. Компании у нас здесь сегодня уже работают над высокими технологиями, у них есть хорошая экспертиза в этом направлении. Мы думаем, что вот все вместе мы можем здесь создавать что-то новое, да, что-то новое, используя, вот, можно сказать, свои знания, свой ум, интеллект и так далее. И вот мы как раз таки, чтобы мы детей готовили не просто вот для всего мира, там, да, и они где-то там у нас разбросаны, а чтобы какая-то часть все-таки имела возможность здесь вносить такую лепту вот именно очень высокого уровня. Это вот чтобы оттока, да, вот мало возвращаем их, возвращаем, потом, чтобы оттока не было, мы практически, вы планируете таким амбициозным проектом оставить наши умы здесь, да. То есть мы, получается, да, тут как бы у нас имеется как бы две стороны медали, скажем, да, и обе хорошие, да, в плане, что вот, во-первых, мы действительно над этим, да, над тем, чтобы у нас конкурентно способный человеческий капитал здесь, собственно говоря, работал, да, и приносил добавленную стоимость, да, вот, и как бы дальше плодил, умножал наш человеческий капитал, да, это с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот высокотехнологичная продукция, она нам сегодня для освоения Севера, Арктики, она очень нужна. И вот как раз таки получается, вот создавая этот центр, привлекая ведущих специалистов со всего мира, с России, да, ведущих научно-образовательных центров, мы можем вот как раз таки вот этого добиться. В Тумалой Академии НОК очень хороший опыт работы с ведущими учеными со всего мира даже, ну, не со всего мира, но со многих точек мира, да, приезжают на международные интеллектуальные игры выдающиеся люди, да, с России приезжают выдающиеся люди, ну, даже Нобелевский лауреат Жилис Иванович Алферов здесь был, да, ректор МГУ, Садовничий был, космонавты регулярно посещают, да, и есть у нас взаимодействие там с ведущими образовательными организациями, поэтому действительно это всё как социальный капитал, да, может вот на этой инфраструктурной базе, которую мы надеемся вот при помощи наших партнёров-широтователей сделать, всё это может дать результат реальный. Вот Василий Крым сейчас, наверное, может ещё более так красочно описать, что мы можем получить в результате, да, и как, да. Вот просто сейчас, не отходя, да, как бы от этого, от этой темы, амбициозный проект на будущее, сроки какие даёте? Значит, уже есть указ главы республики об увековещении памяти нашего первого президента Михаила Фимовича Николаева, вот, и, соответственно, в этом указе о создании этого кластера, да. Ну, мы когда готовили этот указ, в принципе, в проекте думали о 28-м годе, но в этом указе не содержится окончательных сроков, мы должны ещё поработать хорошо над концепцией, это на самом деле довольно трудоёмкий такой процесс, сама даже выработка моделей специальной, как вот вообще мы должны это всё делать, сейчас в мире вот в этом направлении многие идут, но у каждого такая своя сложная модель, вот буквально недавно мы встречались с ректором ИТМО, ведущего нашего IT-вуза, да, университета Петербургского, он говорит, что вот над своей моделью они работали 7 лет, вот, только над моделью, а дальше уже как бы внедрение этой модели, да, и поэтому здесь трудно загадывать вперёд, это зависит от того, насколько мы сможем как бы консолидировать все усилия наши, да, и, ну и вот вообще, как говорится, глобальные повестки, как говорится, мировой, да, ну, будем, как говорится, работать, чтобы, ну, я думаю, что лет на 10 мы вот должны как бы зарядиться тем, что мы должны такие значительные усилия приложить для того, чтобы, ну, именно мирового уровня достигнуть, да, конкурентоспособность, чтобы у нас была такая, а иначе там смысла нет, в общем, всё это городить, вкладывать деньги, вот, а чтобы получить хороший результат, нужно и время, в том числе для того, чтобы сложилось соответствующее сообщество, это тоже делается небыстро. – Будем очень-очень ждать и за этим всем процессом наблюдать. Василий Климович, Владимир Анатольевич сказал, что вы ещё красочнее как-то можете описать этот проект. – Вот я как раз хотел именно заострить на тот вот момент, который он сказал, да, Владимир Анатольевич, это сообщество. Очень важно создать сообщество, да, для чего вот мы создаём сообщество исследователей, людей, которые активно могут заниматься исследовательской деятельностью, притом это должны быть специалисты совершенно разных направлений, да, то есть мы смотрим на то, чтобы были коллективы, которые были созданы на основе мультидисциплинарности, да, так сказать, то есть там могут быть IT-специалисты, математики, да, физики, химики, совсем с разных направлений, и дело в том, что и креативные индустрии Якутии, да, они все требуют исключительно такого разнообразного подхода, и самое главное, они могут от этого выиграть и получить гораздо больше, много, в основном, так сказать, через вот такие проектные работы, и то, что вот существует такое проектное начало, да, оно очень сильно сказывается на том, чтобы всё это имело такой динамичный характер, да, мы хотим, чтобы это было очень такое активное сообщество, всё время шли люди, выходили оттуда, да, так сказать, дальше развивались, усиливали свои позиции, да, так сказать, строили другие центры, компании и прочее, да, так сказать, то есть фактически мы должны быть таким местом очень горячим, да, в котором люди приходят, получают новый заряд для своего дальнейшего развития, да, потому что это не должно быть таким местом, где вот пришли и остались, да, так сказать, а на самом-то деле это вот место, где вот начало пути, да, очень многих великих людей может быть, да, так сказать, компаний, организаций и прочее, и это сейчас вот является одним из таких трендов в мире, потому что наука сейчас становится невероятно быстрой, да, технологии же развиваются, у нас даже информация, да, в течение года мы получаем больше информации за все вот годы, когда мы стали зафиксировать, да, информацию в любом случае, и поэтому, имея в виду, что мы живем в такой век трансформационный, да, так сказать, и тут получается у нас и искусственный интеллект, когда мы приходим, да, так сказать, и совершенно новое понимание, это изменение парадигмы, действительно, да, так сказать, даже исследовательском процессе и прочее, и мы хотим, чтобы мы тут оказались на гребне, да, так сказать, этой волны, и как республика... В фронтире. Да, на фронтире, да, как люди любят говорить, да, а мы всегда фронтирная такая страна, республика, да, которая... Республика особенно, да, потому что отсюда шли вот эти все великие исследования, да, тысячи людей, которые вместе с Витусом Берингом пришли и жили в Якутске три года, да, так сказать, потом изучали всю Арктику и прочее, это тоже начало вот этой истории. Я вот хотел как раз вспомнить, да, так сказать, все время за мной спорят люди, но я хочу напомнить, что как раз вот эти именно числа, да, так сказать, ровно 300 лет тому назад на территории Якутии, а точнее вот река Бирея называется, да, так сказать, это падает в Лену, значит, там пришел очень интересный человек, 300 лет тому назад первая экспедиция, отправленная знаменитым нашим великим царем, да, Петром Первым, с личным указом, да, и вот человека звали Даниэль Готлиб Мессершмитт, это первый исследователь, который появился на территории Якутии. Да, и вот как раз он пишет, да, вот я вышел, так сказать, прямо 300 лет назад берегам Великой реки Лена, да, и у него было, значит, 13 упряжек, да, так сказать, и вот он выехал, да, так сказать, как раз исследовать. И вот впервые он описал интересные такие этнографические моменты, да, связанные именно с народом Саха, и это все очень такое научное, большой вклад он внес, да, так сказать, и оно имеет вот право вот сейчас, да, мы можем говорить об этом, да, что именно наша история научная, да, так сказать, имеет уже 300-летнюю историю. И вот буквально на 4 минуты мы сейчас прервемся и продолжим нашу интересную беседу, и мне очень интересно стало, что же было 300 лет тому назад и где это написано. Мы уходим на рекламу. И снова здравствуйте, передача Якутск сегодня, и я напомню, кто у меня в гостях, у меня в гостях Владимир Анатольевич Егоров, генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутии и народный депутат Республики Саха-Якутии, а также Василий Климович Павлов, ректор Малой Академии Наук Республики Саха-Якутии. Мы продолжаем и продолжим говорить про глобальный этот проект «Ленский край». Я бы хотела узнать все равно там к такому глобальному проекту, который сейчас у вас есть в указе главы Республики Айсана. Как пришли? Да, и как вы к этому пришли? Ну, на самом деле, понятно, что пришли не то, что мы там с Василием Климовичем, допустим, да. В общем-то, это все созрело на самом деле, да. Можно сказать, что предпосылки-то, вот Василий Климович сказал, еще 300 лет назад были как-то начали создаваться, да. Ну и надо сказать, что мы все знаем, что первые комплексные исследования Якутии, ее производительных сил были инициированы еще Максимом Кировичем Амосовым. Да, Российская Академия Наук целую экспедицию сюда снарядила, и, в общем-то, дальше Якутия развивалась по тем исследованиям, которые сделала эта экспедиция. Ну и потом у нас здесь уже создан ряд научных учреждений, Якутский научный центр, сейчас федеральный исследовательский центр, да, есть и другие научные институты, вот, есть собственная Академия наук, да, Северо-Восточный федеральный университет очень сильно, мощно развивается, да, вот, и сейчас вот скоро должен быть построен межуниверситетский кампус, как вы знаете, да, вот там, где у нас, значит, радиополе, как говорят, да, рядом с историческим музеем, поэтому, в принципе, вот, ну и научно-образовательный центр «Север», он у нас входит в число 15, которые признаны, значит, мирового уровня, так, вот, соответственно, вот, наличие, вот, скажем, такой сильной именно научной базы в республике позволяет делать следующие шаги, да, ну вот научно-образовательный центр, он для чего создавался, да, для того, чтобы объединить вместе науку, образование и бизнес, реальный сектор компании, да, с тем, чтобы, во-первых, компании могли решать свои задачи с помощью науки, да, во-вторых, чтобы наука получила соответствующую подпитку, да, со стороны компании в виде и задачи, и в виде и средств на решение этих задач, да, вот, поэтому у нас уже созрела такая необходимость, да, вот, и созданы также институты развития, это и технопарк в нашей Якутии, да, это и есть у нас, значит, специальные, значит, корпорации развития Якутии, и вот у нас есть еще и фонд развития инноваций, вот, поэтому, в общем-то, акселератор специальный у нас даже есть, BFB, BFB-8, да, вот, ну, в общем, у нас создана такая почва для, в общем-то, ну, можно сказать, инноваций, да, инновационная такая экосистема у нас есть, научная, инновационная экосистема, и это нужно, чтобы все это заработало вместе, и вот кластеры, это же не то, что одно там юридическое лицо, да, кластеры, это когда много разных образований вместе работают над единой целью, да, и здесь у нас в этом научно-технологическом кластере именно Ленский край там, на месте, мы должны создать место, где все это вместе может дать результат, да, это и инжиниринговый центр, да, и центр коллективного пользования, технопарк, какие-то полигоны производственные какие-то мощности, да, вот, ну, и, соответственно, еще я бы сказал, вот, мы говорили про сообщество, да, про человеческий капитал, у нас вот, получается, Малая Академия НУК уже на протяжении ряда лет, вот, с 99-го года, кстати, в следующем году 25 лет получается, да, тоже хорошая цифра. Вот, и у нас наши, можно сказать, вот эти вот деятельности Малой Академии НУК уже перерастает такую деятельность только со школьниками, да, вот сегодня вот эти вот школьники, которые являются выпускниками Малой Академии НУК, они уже сегодня начинают, ну, делать что-то уже конкретное, которое, ну, дает свои результаты, и причем такие, ну, может быть, рано говорить, выдающиеся, но очень интересные, скажем, да, вот, например, там, в части, значит, космоса, да, вот ребята, которые занимались Малой Академией НУК, сегодня уже там создали свою, значит, компанию Якутской аэрокосмической системы, и вот мы уже второй год в проектном режиме работаем вот над запуском космического аппарата, и вообще эта деятельность очень сильно развивается, Малой Академии НУК, вот Василий Климович может подробно тоже про это рассказать, это, на самом деле, космос, это нечто великое, на самом деле. Ну, вот у нас давно уже существует своя площадка, где мы делаем небольшие запуски, да, так называемые sounding rockets, да, это вот такие ракеты, которые вытаскивают на несколько сотен метров, значит, небольшие объекты, которые, значит, с разными сенсорами, передатчиками, да, так сказать, оттуда мы принимаем сигналы. Это чисто такие экспериментальные для тестовых полетов, да, так сказать, эти ребята с этими давно баловались, упражнялись, да, так сказать, создавали свои ракеты, и потом очень активно участвовали в разных мероприятиях федерального такого уровня, с Академией, которая есть в Московском государственном университете, да, которая активно курируется Институтом, значит, ядерных исследований, которые есть тоже при Московском госуниверситете. Ну, и, соответственно, у нас, значит, появилась такая группа сообщества небольшое любителей, да, так сказать, таких наших юных академиков, которые с пятого класса, да, активно занимались вот этим, значит, производством небольших своих спутников, которые называются консаты, да, то есть они совершенно маленького размера, баночку, да, так сказать, из-под кока-колы, да, и, получается, значит, всё это дальше-дальше развивалось и получило вот такое очень интересное развитие, когда они сделали полезную нагрузку для спутников, выпущенных образовательным центром «Сириус», да, в своё время эти спутники уже вылетели, и там основную такую полезную нагрузку сделали наши ребята, наши академики, члены нашей академии, и сейчас они создали свою группу, и вот такой Андрей Петров, их главный конструктор у нас считается, да, так сказать, он с нами вот активно сотрудничает, на полставке у нас он является сотрудником нашим, да, лаборатории таких аэрокосмических исследований, и вот он создаёт вместе со своими друзьями Тимуром Иларионовым, Артёмом Мардина, она такой ещё, у нас школьник есть, да, так сказать, десятиклассник, ещё там целая группа ребят, которые помогают создать полезную нагрузку нового спутника, который мы тоже планируем запустить, надеюсь, в следующем году это всё будет, да, так сказать, такого образовательного характера, но там у них-то планы большие на самом-то деле, потому что работают очень активно с разными центрами, как раз с университетом Решетнёва, это в Красноярске, да, замечательное такое образовательное учреждение, на самом-то деле аэрокосмический университет, да, так сказать, который выпустил практически 90% всех спутников нашей страны, и, возможно, например, да, так сказать, мы пытаемся в дальнейшем запустить ещё не один спутник, да, но с уже более такими практическими целями, да, так сказать, например, там могут стоять разные сенсоры, которые исследуют уровень выхода метана, допустим, да, так сказать, сейчас же вот на нашей тундре могут быть очень много таких выходов метана, это большое влияние имеет на окружающую среду, да, так сказать, как раз на так называемый карбоновый след и профиль, да, которые сейчас исследуют везде в мире, это очень важно, да, в связи с тем, что климат меняется у нас активно, также там могут быть установлены так называемые гравитационные сенсоры, которые позволяют проводить геологоразведку, да, уже с космосом на территории Якутии, да, то есть все те вещи, которые выходят на действительно фронтир такой современной науки, ну и используются ещё так называемые микропроцессоры квантовые, да, так сказать, то есть это всё совершенно на уровне действительно космической науки, да, и ребята наши в этом деле активно участвуют, хотя они сейчас на данный момент ведущий вот конструктор, он студент, да, получается второго курса, да, и учатся в очень известном университете международного такого уровня, да, так сказать, и дистанционно постоянно проводят всю эту работу, да, буквально они сидят там на своей платформе, каждый день там постоянно проводят работу, и эта работа идёт, она очень интересна, поэтому это как-то стало для нас вот таким сигналом, что нам надо создавать действительно сообщество, и пора создавать место, где есть возможность нашим детям, да, нашим юным исследователям как раз и развиваться, да, так сказать, иметь свой угол, да, где они могли бы всё это продолжать дальше. — Вот мне сейчас так жаль своё поколение, вот почему в моё время, да, вот не появилось, вот сколько умов, наверное, да, всё-таки затерялось, это же мы поколение 90-х, 80-х, а Малая Академия Наук вот сейчас практически она для кого-то уже и мечта, и цель, и ребята идут, и вот молодец, да, ваш студент, он с вами связь не прервал, он ещё и ваш коллега на 0,5, да, такой молодец, и такую работу проводит, я где-то, конечно, в этом красивых научных словах запуталась, но я поняла, что связь не прервалась, работа ведётся, и ещё он плюс из своих практически младших братьев, получается, вытаскивает, готовит и прочее, да, и сейчас он ведёт очень активную такую работу, значит, это уроки, которые еженедельно, да, это на самом-то деле открытые уроки, на английском языке он проводит по платформе, которую он сам создал, значит, да, он создал эту платформу, и уроки проводятся для детей якутских и китайских, да, и на английском языке это по производству, значит, другого спутника, да, так сказать, но это чисто такой экспериментальный, на стратосфер можно вывести, да, так сказать, посмотреть всё это, то есть это вот тоже вот такой уникальный проект, который, возможно, мы сделаем к марту месяца, да, и у нас в марте месяца будет так называемая смена, очень интересная, да, «Космомания» называется, это уже… Тоже при поддержке? Да, при поддержке нашего замечательного фонда, значит, там очень активные дети, да, занимаются инженерными проектами, связанными со спутниками, да, дистанционным ДЗЗ, да, зондированием Земли и прочее, как раз вот великий наш профессор Чаросов, да, этим тоже занят Михаил Михайлович, ну, все вот эти вещи как раз создают вот сообщество, начало, основу для нашего, как говорится, будущего, да, и есть в этом деле для нас вот уже надежда, да, что надежда есть на то, что в Ленском крае будет всё замечательно. Вот «Ленский край» — это же название, которое Михаил Ефимович дал тоже одному из своих детей, да, но вот, которое и было преобразовано в Малую Академию Наук, физико-математический форум «Ленский край» был создан в 1929 году, вот, и в 2015 году он был преобразован в Малую Академию Наук, вот, поэтому это красивое название, вот, мы захотели оставить в память у Михаила Ефимовича, тем более, что у Михаила Ефимовича была мечта, чтобы вот в этом месте, где вот Малая Академия Наук, и не только там есть и Арктическое государственное, технологическое университет, там лаборатория Института космофизики, да, широких атмосферных ливней, тоже такого международного уровня, ну, чтобы там был такой центр науки образования, значит, ну, он говорил, как якутский Кембридж, да, имею в виду, что в своё время Кембридж родился, как он, получается, определенное сообщество просто сформировалось на базе, вот, Оксфордского университета, и они перешли, и там создали другое, да, другую сущность, ну, другой университет Кембриджа, и который тоже имеет сейчас, ну, очень большой успех, да, скажем, вообще во всей своей истории, вот, поэтому вот мы, когда сейчас вот мы говорим о том, что там нужно создать кластер, да, мы, конечно, не говорим о том, что нужно там делиться от Северо-Восточного федерального университета и там что-то другое создать, мы, наоборот, хотим усилия и Северо-Восточного федерального университета, и усилия наших других институтов, Академии наук, да, наших институтов развития сосредоточить в этом месте, для того, чтобы всем вместе именно использовать возможности сделать что-то реальное, реальное, хорошего уровня. Да, ну, сообща, вместе, в сотрудничестве. Поэтому это не то, чтобы центр научно-образовательный, это научно-образовательный кластер. Отлично. Ну, вот в 30-летие, практически с таким проектом завершая, ну, у вас же 30 лет, это же срок немаленький. Много чего еще не рассказано про деятельность фонда. Мы вот сейчас как бы сосредоточились на науке, а на самом деле, даже буквально вчера мы открыли такую специальную информационную систему для наших спортсменов. С Минспортом проект совместный, да, мы видели у вас. Это тоже в рамках регионального центра мы поддерживаем этот проект, да. Еще в 2016 году там идея возникла у наших коллег из спорта, да, о том, что нужно такое индивидуальное сопровождение за детьми, которые вот проживают где-то вот в дальних там районах, населенных пунктах. Значит, как они развиваются, какие у них успехи, спортивные успехи, как у них физическое развитие идет, да, и как-то централизованно за этим, значит, следить, управлять, консультировать тренеров, педагогов, родителей, там, детей, да. И вот, собственно говоря, эту идею удалось воплотить. Ну, как мы говорим, вот эти вот идеи часто, как бы нужно, как бы время для того, чтобы созреть, да, потом уже реализоваться. И вот, в общем, это удалось реализовать. Вчера было открытие. Вот в этом направлении мы тоже работаем. И при этом, значит, есть еще такое одно интересное направление, которое не только там наука, спорт, вот еще и искусство, да еще мы сейчас добавили коррективных индустрий с помощью нашего парка будущих поколений, да, который мы строим. Значит, это образовательные экспедиции. Образовательные экспедиции регионального центра. То есть уже в 19 районах побывала эта образовательная экспедиция, а в год 30-летия мы это еще усилили, эту работу. Вот. И добавили еще своих, еще других партнеров к этой образовательной экспедиции. У нас были дни фонда в Англазском районе, в Намском районе, в Нерунглинском районе, да. Значит, поэтому вот в Алданском, да. Ну и вот, соответственно, что происходит, да, там во время этих образовательных экспедиций, целая группа специалистов вот по всем этим направлениям. Спорт, наука, искусство. Это Якутская балетная школа, это Высшая школа музыки, это Малая академия наук, да. Республиканский центр подготовки спортивного резерва. Там у нас постоянный руководитель экспедиции Графина Львовна, значит, которая вот очень хорошо руководит всем этим делом. Вот. Проводится тестирование детей по всем населенным пунктам района. фактически, да, и выявляются дети, которые обладают определенными задатками, способностями, да, и бывают очень выдающиеся дети, особенно бывают в части музыки, балета, спорта, да, вот дети вот как-то вот... Это вообще замечательная работа, я ее вообще очень не вижу. Как бы вот люди даже, ну, то есть не подозревали, что дети такие способные, там, да, или, может быть, ну, видели способные, но насколько они не подозревали, да, что они вообще уровень... Еще и по УЛУСам так сами бы едете, а многие же не могут приехать, да, и как-то себе проезжать. Да, 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 именно так, да. Ну, и тут есть, конечно, такой момент, что бывает, что местные, значит, педагоги и тренеры бывают так немножко ревностно относятся к этому, да, что там же, называют, типа, приезжают отбирать одаренных детей. Да, и слово отбор вызывает сразу это, что пришли, нашли, и отбирают. Ну, на самом деле, с одной стороны, вот если ребенок действительно очень талантлив в музыке, то вот высшая школа музыки ему дорога, да, если вы все талантливы в балете, то это, да, спорт. Мне очень жаль, что... Вот, мне очень жаль прерваться, у нас замечательная беседа, еще и говорить, и говорить с вами, да, часами. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, что пригласили. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok